Уголовное дело возбуждено после скандала на выборах в Мичуринском сельсовете Новосибирской области. Напомню, накануне дня голосования Верховный суд вынес решение о возвращении в избирательный список двух кандидатов, ранее снятых с предвыборной гонки решением местного суда. Однако при проведении выборов 13 сентября 2015 года сведения о кандидатах в избирательные бюллетени включены не были. Решением избирательной комиссии Новосибирского района Новосибирской области итоги голосования и результаты выборов депутатов совета депутатов Мичуринского сельского совета 5-го созыва признаны недействительными. Ольгу Степанову и Алексея Давыдова сняли с предвыборной гонки по формальным поводам. Они обратились с жалобой в Верховный суд. Выше инстанция встала на их сторону. Решение было принято вечером 12 сентября, однако 13-го их фамилии не появились в избирательных бюллетенях. Добавлю, что Мичуринский избирком в свою очередь оспорил в прокуратуре предупреждение ЦИК об отмене итогов голосования. По словам председателя избиркома, ни 12 сентября, ни в день голосования комиссия так и не получала официальных документов из Верховного суда. По его мнению, будущие избирательные компании здесь и вовсе под угрозой срыва. Сегодня, когда людей начали терроризировать, все мои участковые избирательные комиссии и муниципальные избирательные комиссии окружную, все люди перепуганы. В общем-то, никто не хочет и не желает работать теперь в избирательной компании. Где они будут набирать людей, господин Петухов, это мне неизвестно. Продолжение следует...